Вопросы наркологии Вопросы наркологии Вопросы наркологии Вопросы наркологии Вопросы наркологии Вопросы наркологии В этом году, в апреле месяце, это 22-й год, среди 16 образовательных учреждений Красноярского края, это и среднеобразовательные учреждения, и учреждения профобразования, приняли участие в таких профилактических медосмотрах. И нами было выявлено 22 случая употребления таких психоактивных веществ у обучающихся. Обращайте на себя внимание, что из вот этих 22 случаев, 2 случая употребления наркотических средств, одно это канабиноиды, и второй случай это употребление синтетического наркотика. И 20 случаев это употребление такого препарата, как фенобарбитал. Мы, конечно, пытаемся разобраться, почему вот эти случаи употребления фенобарбитала мы встречаем. Потому что фенобарбитал это то вещество, которое порой входит в некоторые лекарственные препараты. Такие как корвалол, капли, ангипал, это препарат для понижения артериального давления, волокордин, корвалол, сказала уже, неотэфедрин, поглюферал, пенталгин, пиралгин, седалгин. То есть есть препараты, куда входит фенобарбитал, но здесь необходимо четко понимать. Одно дело, если эти препараты делаются назначение врачом и принимаются по назначению врача, и принимаются в терапевтических дозировках. И второе дело, если самостоятельно принимаются или принимаются по назначению родителей, или по совету друзей и подруг, и тогда, конечно, это не совсем нормально. Почему? Фенобарбитал, тем не менее, относится к группе препаратов, которые это психотропное вещество, и на деле может вызывать сонливость, может вызывать снижение памяти, забывчивость, заторможенность может вызывать. Поэтому однозначно это препарат, который влияет на успешность образовательного процесса. Поэтому в каждом случае, в котором мы выявили индивидуально, будет изучена вот эта система, почему обучающиеся у нас употребляют вот эти вещества. Этого не должно быть, потому что если это, так сказать, войдет в систематическое употребление, может вызвать негативные процессы и развитие зависимости. В итоге из тех, кого мы впервые взяли, и плюс кто у нас еще наблюдался, и за 2021 год, на конец года, или начало 2022 года, всего по краю зарегистрировано 312 несовершеннолетних, имеющих наркологические расстройства, 260 – это подростки, 52 человека – это дети до 14 лет. Вот здесь бы мне хотелось показать структуру, что же мы встречаем, что употребляют наши дети. Большая часть – это те, которые потребители алкоголя, больше затем – это потребители наркотиков и потребители токсических веществ. Если мы сравним с 2020 годом, мы можем отметить, что увеличилась доля потребителей алкоголя, несколько снизилась практически в два раза потребители наркотиков, но при этом увеличилось количество потребителей ненаркотических веществ или потребителей токсических веществ. Ну, мы знаем случаи по Красноярскому краю, где это случилось, в каких образовательных школах, среди несовершеннолетних, но те, кто употребляет токсические вещества, в последнее время увеличилось количество потребления дыхания, паров, газа, есть смертельные случаи. И вот количество этих случаев, оно у нас за прошлый год увеличилось. Конечно, мы понимаем, что актуальность такой проблемы, она достаточно великая, потому что молодёжь — это только те, которые подражают, которые пытаются всё попробовать, которые на кого-то хотят быть похожими. Поэтому они очень часто пробуют различные психоактивные вещества, получают какие-либо от них положительные эмоции. Поэтому для нас это все эти вот перечисленные факты, они требуют повышения качества нашей работы и повышения качества проводимой профилактической работы. Всё надо объяснять, всё надо пояснять. Психоактивные вещества — это алкоголь, большая группа наркотических средств, большая группа ненаркотических веществ — это и табак, и это, конечно, кофе. И отмечаются этапы, как приобщаются наши несовершеннолетние к употреблению различных психоактивных веществ. Это первичный поисковый этап такой употребления. И если первые пробы могут вызвать тошноту, рвоту, горечь, сухость во рту, чувство страха, при этом кто-то может, получив такую реакцию, отказаться от дальнейшего употребления, а некоторые делают повторное употребление такого вещества и идёт формирование определённой системы. Пробуют разные вещества, понимают, что им больше всего нравится, что не нравится. Ну и в итоге наступает второй этап, когда понравившееся психоактивное вещество начинает наносить вред здоровью и формируется, мы выставляем такой как бы диагноз, как употребление психоактивного вещества средними для здоровья последствиями. Третий этап — это уже начальная стадия заболевания и развитие заболевания в полном объёме. То есть это все вещи такие очень-очень серьёзные. Необходимо сказать о том, что всё, что касается несовершеннолетних и любого психоактивного вещества, формируется очень быстро и имеется, естественно, отличие от взрослых, и очень быстро формируется эта зависимость. Намного быстрее, намного злокачественнее это всё протекает. Быстрее возникает тяжёлое органическое поражение клеток центральной нервной системы, прогрессирует расстройство интеллекта, появляется эмоциональная лоббильность, это эгоизм, это лживость, это безразличие, безответственность, жестокость, имеет нарушение памяти, внимания, быстро теряются приобретённые какие-либо навыки, но и в итоге нарастает слабоумие и социальная деградация. Конечно, необходимо обращать внимание на такие первые признаки, которые можно заподозрить, обратить на это внимание, может быть, предотвратить дальнейшее употребление психоактивных веществ. Когда видно, что это неадекватная реакция, неадекватная реакция, то есть есть состояние употребления, но без запаха спиртного, может быть, незнакомый странный запах от волос, кожи, от одежды, может отмечаться нарушение, что много спит или перестаёт спать. Периодически, значит, карломарса 40 частей, изменное настроение, замкнутость в отношении с родителями, резкое снижение успеваемости, потеря интереса к обычным развлечениям. Это не очень страшно. Если замечаете у детей такие вещи, как папиросы, кусочки фольги, какие-то приспособления, банки с дырочками, нож и шпицы, иглы и таблетки, то это тоже должно очень-очень насторожить. А к типичным признакам уже относятся, запах алкоголя изо рта, периодическая смена цвета глаз, узкие и слишком широкие зрачки, неестественный блеск глаз, нефнятная речь, пакетики со странным содержимым, а следы на их ходу вен. Это уже однозначно говорит о том, что подросток употребляет какие-либо психоактивные вещества. Всё это является, всё это является причинами для того, чтобы акцент сделать для родителей на эти вещи, но и направить их всё-таки на консультацию к психиатру-наркологу. Не стоит бояться этих консультаций, потому что чем раньше это выявится, тем больше вероятности, что ребёнка можно как-то оградить от развития этого хронического, тяжёлого, прогрессирующего заболевания. Опять ещё делаю акцент на том, что любая химическая зависимость — это хроническое заболевание. Как астма, как сахарный диабет, а не просто дурная привычка. Однажды появившись, она не исчезает, она остаётся с человеком на всю оставшуюся жизнь. В подростковой и молодёжной средине недопустимое рассуждение о культуре питья и для несовершеннолетних все психоактивные вещества — это абсолютное зло. И особенно значимо, конечно, это модели поведения и отношения к психоактивным веществам, которые демонстрируют взрослые из окружения ребёнка. Не поучают на словах, а именно демонстрируют. При проведении профилактических медосмотров мы столкнулись с тем, что ребята проговаривают тот факт, что буквально с 13 лет практически 90% несовершеннолетних в домашних условиях, в какие-либо праздники позволения родителей пробуют алкоголь. То есть сами родители дают первый опыт употребления алкоголя дома, в домашних условиях. То есть если, представляете, ребёнок получает вот эти состояния эйфории первый раз дома, то тогда, конечно, нет гарантии того, что за вторым опытом или за третьим опытом он потом пойдёт уже куда-то вне дома употреблять. И не зря у нас есть законы, которые запрещают употреблять алкоголь раньше, чем 18 лет, потому что чем раньше начинают он эти пробы, чем раньше он начинает систематически употреблять алкоголь, раньше развивается само заболевание, и уже к 25-30 годам это уже человек, имеющий хроническое заболевание, которое называется зависимость от алкоголя или наркотиков, или какого-либо не наркотического вещества. Заболевание тяжеленное, лечится очень тяжело, и поэтому лучше предотвратить, сделать всё для того, чтобы до 18 лет никаких кров не было. Значит, в взрослой жизни будет всё-таки он здоров. Спасибо за внимание. Если есть ко мне вопросы, готова на них ответить. Всё, Людмила Петровна. Я так понимаю, я могу продолжить тогда? Тогда я продолжаю со следующим докладом по теме ВИЧ-инфекция. И для специалистов образовательной сферы, я так понимаю, педагоги предмета ОБЖ, вы занимаетесь нашим вопросом, доносите до учащихся общую информацию, мы это знаем. И то, что я вам сейчас расскажу, постараюсь уложиться в 10 минут, это будет вам в помощь. Я буду вам рассказывать с таким методическим подходом. Эту презентацию вы можете использовать в своей деятельности. И она отстроена таким образом, чтобы с одной стороны немножко напугать, с другой стороны дать полную информацию. Поэтому те первые цифры, сколько каждый час в России, сколько каждый день в Красноярске заражается человек, это некоторые такие отрезляющие цифры, которые дают общее понимание. Следующая статистика, сколько на сегодняшний день у нас зарегистрировано случаев ВИЧ-инфекции, их действительно много, почти 48 тысяч. Если пересчитать на общее население края, у нас каждый 66-й живет с ВИЧ. Это очень много. И это только официальные цифры, то есть мы берем официальную статистику, люди обследованы, состоят на учете, и соответственно от этого уже как бы трактуем. При этом понимаем, что реальное число ВИЧ-инфицированных гораздо больше. И то, что у нас ежегодно обследуется на ВИЧ 25% населения, говорит о том, что необследованное число людей, живущих с ВИЧ, у нас в популяции живет довольно-таки много. И вот город Красноярск, здесь сосредоточено на 40% всех случаев ВИЧ-инфекции, понятно, самый крупный населенный пункт у нас в крае. По-прежнему остается, как вот в течение последних 5-7 лет, только увеличивается, это путь передачи половой, то есть инфицирование при половых контактах 77%. Наркотический путь, он уже, так скажем, уходит немножко на второй план, ввиду, в общем-то, я считаю, успешной политики и профилактики наркомании, прежде всего, ну и борьбы с наркобизнесом. Но, тем не менее, он остается. Есть два основных аспекта, которые мы считаем должны знать. Это касается и молодежи, это касается и людей уже таких зрелых. Ну, а для учащихся это особо важно. Первое, то, что ВИЧ неизлечимое заболевание, и второе, существующее ограничение. В настоящий момент, говоря о профилактике ВИЧ и о недопустимости заражения, мы не можем гарантировать ни для кого в жизни полную защищенность при наличии стопроцентной информированности от таких, скажем, вариантов, ситуаций, случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Поэтому то, что ВИЧ неизлечимое заболевание, да, это должны знать все. И понимать, что сохранить качество и продолжительность жизни при неизлечимом заболевании для медиков тем проще, чем раньше человек выявился, и чем он более ответственно подходит к своему здоровью и выполнению всех рекомендаций. Поэтому максимум, что мы ждем, это более удобное лечение, когда это будет прием препарата один раз в месяц, а не каждый день или даже два раза в день. Когда мы говорим об ограничениях, мы говорим о профессиональных, социальных и личных. Что касается профессиональных, то для молодых людей, планирующих получение профессии, надо понимать, что в некоторой сфере медицины там могут быть изначально ограничения. Это касательно хирургического дела, некоторых аспектов лабораторного дела, то есть работа с биологическими жидкостями человеческого организма. Это касается сферы силовых структур, то есть человек с ВИЧ не сможет работать ни на каком этапе, ни в МЧС, ни в МВД, ни в вооруженных силах. А также есть некоторые внутриведомственные ограничения, например, железные дороги, там своя медицинская служба. Социальные ограничения, мы говорим о взаимоотношениях и отношению у нас в обществе к ВИЧ-инфицированным, это и близкие коллеги по работе, по учебе. И здесь два момента только хотелось бы затронуть. Первое, то что люди до сих пор боятся ВИЧ-инфицированных в плане элементарного заражения ВИЧ-инфекции ввиду недостаточного уровня информированности. А второе, это потеря социальной репутации или социального статуса. Потому что ВИЧ-инфекция как-то стоит в одном ряду с потребителями наркотиков, с алкоголизмом. А все мы понимаем, что люди, которые находятся под воздействием психоактивных веществ, они, конечно, не отвечают в полной мере за свои поступки, слова и соответствующие к ним отношения, недоверие и так далее. А к ВИЧ-инфицированным зачастую отношение такое же. И называется это в нашей сфере стигма и дискриминация. До этого не должно быть, но тем не менее оно существует. Это проблема, с которой могут столкнуться. Ну и, конечно, поиск своей второй половинки и обустройство своей личной жизни. Не так это все просто, а для человека с ВИЧ-инфекцией все гораздо, естественно, сложнее. Потому что диагноз хронического неизлечимого инфекционного заболевания, да еще ВИЧ, это проблема, конечно, в личной жизни. В презентации также представлены и некоторые основные аспекты понятия ВИЧ, что это такое, что такое СПИД, как последняя стадия, сколько человек живет в среднем 8-10 лет при отсутствии специального лечения. Напоминаются пути передачи, то есть сначала идут общие аспекты, то, что только в крови человека размножается. Животные, насекомые, они не переносят ВИЧ-инфекцию. Необходимые условия вирус должен попасть через повреждения на коже или слизистые внутрь организма. И должно быть достаточно высокое количество вируса для заражения. Вот на слайде представлены жидкости опасные для заражения, полный их перечень. И, соответственно, для лучшего запоминания, все остальные жидкости человеческого организма с низким содержанием ВИЧ, потому что он присутствует во всех средах жидких, которые не опасны в плане заражения. Если нет видимых примесей крови, это уже, как говорится, контакт с кровью. Про пути заражения также все подробно рассказывается. Это необходимо напоминать. Как бы у нас ребята в школах, когда мы тоже к ним приходим с информированием, не говорили, а мы все знаем про ВИЧ-инфекцию, но когда начинаем разбирать, то элементарные ошибки они случаются. Да, инъекционное употребление наркотиков. Сейчас инъекционное употребляют в меньшей степени, но наркотические вещества, употребляющиеся другими путями, это таблетки, порошочки, вдыхают и так далее, они очень сильно распространены. И мы всегда говорим, что даже если это не инъекционный путь употребления, то есть стимуляция полового инстинкта и при части синтетических наркотиков, ну, просто, это просто групповые половые отношения. Соответственно, рейт заражения очень высокий. Косметологические услуги, медицинские услуги, они тоже дают определенный процент риска заражения ВИЧ-инфекцией. И здесь не лишнее напомнить, где это надо делать, что салоны, имеющие аккредитацию сертификата, они, естественно, эти услуги делают безопасно, а мастера на дому здесь вопросов много. Если инструменты, которыми прокалывают кожу, ну, или если это пирсинг, да, соответственно, ткань, они одноразовые, те, что осуществляют прокул или контакт, то тогда это безопасно. Если они многоразовые, то в домашних условиях обработать в плане защиты от передачи ВИЧ, да, это возможно, а вот защита от передачи гепатита В или С практически невозможно. Нужны все-таки специальные аппараты, такие более медицинского характера, которые создают нужную там температуру или ультрафиолетовое облучение. Медицинские случаи, переливание крови, реанимация, хирургические операции, да, они в жизни случаются, и здесь акцент в том, что несмотря на, естественно, все меры, которые предпринимают здравоохранение в плане и асептики, антисептики, и обучения персонала, и самой логистики, совершения всех процедур, такое большое число ВИЧ-инфицированных, которые у нас сейчас присутствуют, это просто увеличение математической вероятности любой такой случайности, в том числе и передачи ВИЧ-инфекции, да, это случается. Что касается половых отношений, то здесь мы подробно в школах не рассказываем, но понимание должно быть, какой бы вид половых отношений люди не выбрали, если есть обмен биологическими половыми жидкостями, которые были в слайде раньше, то риск заражения существует, если обмена нет, риска заражения нет, ну и обязательно третий путь, ребенку от матери во время беременности рода с карлимом, грудным молоком, вот эти все аспекты в плане пути передачи заражения ребята должны знать и себе четко представлять, не зацикливаясь на чем-то одном, ну и конечно обязательно слайды о воздушно-капельных путях, которыми невозможно заразиться, контактно-бытовых, которыми тоже невозможно заразиться, обязательно и кашель, чихание, и мифы о комарах, действительно мифы, это совместный прием пищи, ну и собственно и так далее. И опять возвращаясь к информации о путях заражения, обязательно надо проговорить, то есть это важно делить, сначала говорить о путях заражения, а потом говорить о профилактике, о том, что нужно сделать для того, чтобы не заразиться. И касательно никогда не употреблять наркотики и использования одноразовых колюще-режущих инструментов или их соответствующая обработка, это соответствующее учреждение. Что касается половых отношений, то наша любимая аббревиатура это ВВП, то есть воздержание, верность и презерватив. И на эту тему можно порассуждать, задавая вопросы в классе, что как вы считаете, насколько актуально воздержание, до какого возраста актуально, и имеются ли в этом плюсы или минусы. когда молодежь сама рассуждает на эти темы при всех, так скажем, правильно они рассуждают или не совсем правильно, они это снова просто переосознают. Убедить их в чем-то, как бы мы такой задачи не ставим или воспитать их в этом, а вот переосознать вот эти вот факты, и это как бы считаю необходимо в плане рассуждения о ВИЧ-инфекции. Верность и постоянный здоровый партнер, потому что просто соблюдение верности, если люди меняют партнеров, она не дает 100% гарантии незаражения. И использование презервативов касательно ВИЧ-инфекции это действительно эффективно. При других инфекциях, передающихся половым путем, презервативы менее эффективны, 70%, потому что площадь поражения больше. Там могут быть усыпания на коже, на слизистых, и контакт с ними будет заразный. От матери к ребенку своевременное обследование, своевременное выявление и лечение матери еще во время беременности с тем, чтобы предотвратить инфицирование ребенка. И, конечно, искусственное оскарливание. Необходимо помнить и, естественно, так и транслировать, что только единственный способ выяснить, есть ли ВИЧ-организм, это анализ крови на ВИЧ-инфекцию. По внешнему виду невозможно определить, есть ВИЧ-инфекция или нет, а только соответствующий анализ. При этом надо помнить про период окна и общая рекомендация, если пара решила жить вместе, то необходимо сначала оценить возможные собственные риски заражения, вспомнив основные пути заражения, то есть были ли в жизни наркотики, были ли в жизни половые партнеры у одного, хотя бы даже из, были ли какие-то медицинские, косметологические вмешательства, сейчас очень популярны татуировки среди молодежи, если какой-то из факторов присутствует, то тогда надо пойти и сдать тест на ВИЧ и получая результат, помнить, что результат это трехмесячной давности, потому что период окна, пока выработаются антитела, тест не может показать стопроцентно отсутствие или наличие ВИЧ-инфекции. Соответственно, сдали тест на ВИЧ, три месяца ожидают и снова сдают тест на ВИЧ. Конечно, если у пары не было никаких ситуаций, связанных с риском заражения, они в этом уверены, то, как говорится, здесь они могут быть спокойны, но на стопроцентно быть уверенным в своей жизни это сложно. То есть в общей сложности обследование занимает полгода и через полгода можно тогда сказать, что ВИЧ-инфекции действительно нет. При этом помни, что если были еще какие-то ситуации, снова отсчитываем три месяца. Вот такая немножко, наверное, сложная схема. Но когда мы видим молодых людей, которые к нам приходят за консультацией или звонят и ситуация была и они не знают теперь, что им делать и не знают, какой получат результат, то, знаете, перестраховаться оно того, конечно, стоит. Что самое основное? То есть учитывая такое большое число случаев, связанных рисков заражения ВИЧ-инфекцией, для нас сейчас очень важно, чтобы люди своевременно обследовались и своевременно выявлялись. У нас каждый четвертый выявляется через семь и более лет с момента заражения. А это, естественно, уже запущенный случай заболевания и какое будет состояние иммунной системы на тот момент выявления. И, соответственно, сохранить качество и продолжительность жизни при уже запущенном заболевании гораздо сложнее, чем это будет свежий случай давностью, не более года с момента заражения. Поэтому основной посыл профилактики сейчас это знай, обследуйся и лечись. чем раньше начинается лечение, сейчас рекомендуют сразу с момента выявления, тем выше вероятность сохранения качества и продолжительности жизни, во-первых, а во-вторых, человек на лечении безопасен как половой партнер. Очень важно напоминать, где можно обследоваться на ВИЧ, поликлиника по месту жительства, краевой центр, спид, соответственно, в зависимости, где человек живет. Кому рекомендуется обследоваться на ВИЧ-инфекцию, если в жизни были наркотики даже однократно, чрезмерное употребление алкоголя мы специально поставили, потому что не контролируют свое поведение и зачастую даже не помнят, а что, собственно, было. Про сексуальные контакты, наличие инфекции, передающиеся половым путем и персинг татуировки. Можно еще говорить про обрезной маникюр-предикюр, потому что случаи заражения гепатитами ВИЧ-инфекции, они реально есть. Ну, а ВИЧ-инфекция возможна, хотя процент очень-очень небольшой. Таким образом выстраивается такая единая схема, что может в твоей жизни сделать каждый. Это уметь оценивать свой риск инфицирования ВИЧ-инфекции, для этого нужно знать информацию. Если риск был идти обследоваться на ВИЧ, и если ВИЧ выявляется, сразу начинать лечение. Вот, собственно, основной алгоритм. И помимо вот этой информации, которая представлена в презентации и напоминает все общие основные вопросы, я рекомендую использовать наш сайт, сайт Центра СПИД, где в разделе профилактика есть материалы и у нас здесь и плакаты, и буклеты, ролики, и аудио, и видео, которые очень удобно использовать, если проводить какое-либо мероприятие, такое общее, массовое. Тематические передачи, очень рекомендую учебные фильмы, потому что то, что для молодежи у нас собрано именно в учебных фильмах. Ну и тематические передачи в том числе. То есть это все можно включать, особенно если у вас тема урока подошла или же это тематическая та же дата, день памяти или день борьбы со СПИДом. Вот, сделать просмотр и небольшое обсуждение. Также рекомендую на нашем сайте в разделе материалы для скачивания есть электронный модуль. Вот он здесь, выше ссылочка материалы для скачивания, где могут скачать и на свой мобильный телефон, и на персональный компьютер и использовать как самостоятельно, так можно использовать и в классе скачать на компьютер рабочий. Там есть и анкетки, и игра такая, как карточная игра, определить степень риска. Это можно делать прямо группой. Можно работать индивидуально, а можно и групповую работу проводить. Если интересует более подробная информация, то, соответственно, заходите на наш сайт и все это можно просмотреть и в свободном доступе забрать. также у нас есть электронное анкетирование, но для школ я больше рекомендую для учащихся анкетку исследования информированности. Это вопросы по ВИЧ-инфекции, они, конечно, немножко сложные, но, в общем-то, ребята отвечают на них, если подумают. Здесь надо думать. Результаты уже мы получаем и обрабатываем. И вот эти вот наши контакты, если возникнут в процессе рабочей деятельности какие-то вопросы по ВИЧ-инфекции, по тому, как работать с материалом и что можно еще использовать, то вы можете нам звонить и мы с удовольствием вам порекомендуем. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то я могу ответить. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно? Хорошо? Представлю себя старший преподаватель кафедры здоровья, безопасности и жизнедеятельности Красноярского краевого института повышения квалификации. Преподавателей. Значит, тема сегодняшней нашей беседы будет обновлены в ГОС. Воспитательный потенциал предмета ОБЖ. Значит, приказом Министерства просвещения номер 31, номер 287 от 31 мая 2021 года об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования был введен новый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Значит, структура программы основного общего образования, в том числе адаптированной, включает обязательную часть и часть с формируемым участниками образовательных отношений за счет включения учебных планов, учебных предметов, учебных курсов, в том числе в универочной деятельности, учебных модулей по выбору обучающихся родителей, законных представителей несовершеннолетних обучающихся и перечня предлагаемой организации. Программа основного общеобразования, в том числе адаптивная, включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее назначение цели, задачи и планируемые результаты реализации программы основного общего образования, в том числе способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел должен включать пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающейся программы основного общеобразования и систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования. Содержательный раздел программы основного общеобразования, в том числе адаптированная, включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личных результатов. Рабочая программа учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся, рабочую программу воспитания, программу коррекционной работы, разрабатывающаяся при наличии в организации обучающихся ОВЗ. Организационный раздел программы основного общеобразования, в том числе адаптированной, должен определять общие рамки организации образовательной деятельности, организационные механизмы и условия реализации программы основного общего образования, включать в себя учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий, мероприятий и воспитательной направленности, которые организуются, проводятся организации или в которых организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. Характеристика условий реализации программы основного общеобразования, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями в ГОС. Требования к структуре программы основного общеобразования. Объем образовательной части программы основного общеобразования составляет 70% примерно, Объем части формируемых участников образовательных отношений из перечной предлагаемой организации 30 от общего объема программы основного общеобразования. Резим в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке в 5-дневной или 6-дневной учебной неделе. Значит, требования к результатам освоения программы основного общеобразования. ФУГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающейся программы основного общеобразования, в том числе адаптированных личностным, метапредметным и предметным. Значит, личностные включают в себя это знание российской гражданской идентичности, значит, готовность обучаться к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению. Значит, ценность самостоятельности к инициативе, наличие мотивации к сильноправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и к жизни в целом. Метапредметными, включающими освоение обучающимися межпредметных понятий, используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, в том числе в неурочной деятельности, учебных модулей, целостную научную картину мира и универсальные учебные действия, познавательные, коммуникативные, регулятивные. Способность использовать их в учебной, познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индальной образовательной траектории. Овладение навыками работы с информацией, восприятия и создания информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и целевой аудитории. Значит, также требования к результатам освоения программы основного общеобразования, это включает по линии предметных, включает на освоение обучающимся в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действия специфических, действий специфических для соответствующей предметной области, предпосылки научного типа мышления. Предметные результаты по предметной области основы безопасности и жизнедеятельности должны обеспечивать. Значит, по учебному предмету основы безопасности и жизнедеятельности. Это сформированность культуры безопасности и жизнедеятельности на основе освоения знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства. Сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего потребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих. Вот мы как раз провели у нас две презентации перед тем, как получились они хорошо. Значит, далее. Сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства. Понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны. Противодействие основным вызовам современности, терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. Сформированность чувства гордости за свою родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга, защите Отечества. Знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального, в том числе террористического характера. Понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах, в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды. Овладение знаниями и умениями применять и использовать меры и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях. Умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной и чрезвычайной ситуации с учетом реальных условий и возможностей. Освоение основ экологической культуры и методов проектирования собственной безопасности, безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. Обладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах, в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды. Достижение результатов освоения программы основного общеобразования обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета – основу безопасности жизнедеятельности. Организация в праве самостоятельно определять последовательность модулей для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизни и деятельности». Концепция развития воспитания в системе образования Красноярского края до 2025 года разработана в соответствии со стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и определяет основные направления в области региональной воспитательной политики, ориентированной на решение задач формирования у детей и молодежи высоких гражданских качеств, активной жизненной позиции, готовности к выполнению социально значимых функций в различных сферах жизни российского общества. Создание единого воспитательного пространства в регионе основано на сознательной гуманизации основ жизни, предполагающее признание личности молодого человека самоценностью, уважение уникальности и своеобразие каждого, создание обществом условий для развития личности и новых поколений молодежи как субъектов культуры и собственного жизнетворчества, самоопределение, самоутверждение, самореализация, приобщение субъектов воспитательного процесса к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, создание в обществе атмосферы духовности, межкультурное взаимопонимание и уважение. Стратегическая цель концепции развития воспитания Красноярского края – это создание условий для образовательных организаций дошкольного, общего, высшего и дополнительного образования, для самостоятельного конструирования системы воспитания, миссией которой станет формирование мировоззрения и норм поведения молодежи, основанных на диалоге социального оптимизма и межличественного согласия, ценностях патриотизма, семьи, нравственности, правосознания и экологии жизни. Основными идеями и положения рекомендаций, изложенных концепций, являются основой для разработки программ, проектов и планов воспитательной деятельности в системе дошкольного, общего, профессионального, высшего и дополнительного образования, а также создания рабочих программ воспитания в образовательных организациях Красноярского края. Значит, цель концепции создания и реализации современной системы воспитания в Красноярском крае, обеспечивающей успешную социализацию детей и молодежи на основе базовых ценностей, духовных традиций и региональных приоритетов развития региона. Задача создания условий для консолидации усилий общества, государства, семьи, школы, науки, средств массовой информации в сфере противодействия идеологии экстремизма, нацизма, терроризма, подражания культуры организованной, преступности и подростковых вооруженных актов. Создание условий для консолидации усилий общества, государства и семьи по воспитанию обучающихся на основе признания определяющей роли семьи и традиционных культурных ценностей. Совершенствование социокультурного пространства региона, интегрирующего в себе всю инфраструктуру, организации всех уровней образования, культурных, спортивных, научных и других организаций, поддержка общественных объединений в сфере воспитания и социализации личности. Обеспечение равного доступа к инфраструктуре и воспитанию детей, требующих особой заботы общества и государства, включая детей с ОВЗ. Повышение эффективности воспитателя деятельности в системе дошкольного, общего, среднего, профессионального, высшего и дополнительного образования и послевузовского образования. Создание системы социально-педагогической поддержки, успешной социализации детей и молодежи, их нравственного самоопределения и конструктивного саморазвития, в том числе детей из малобеспеченных неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками реализации концепции, субъекты социализации, организации общего, профессионального, высшего и дополнительного образования, культуры и спорта, традиционно-религиозные и общественные организации, средства массовой информации, интернет, семья, патриотические клубы, региональные органы исполнительной и законодательной власти, система образования региона, бизнес-структуры, институты гражданского общества. Приоритетами концепции это нормативно-правовое направление, это обеспечение развития и воспитания в образовательной организации Краснодарского края, определяющие механизмы реализации с учетом региональной специфики и этнокультурного многообразия региона в соответствии с государственной образовательной политикой, с учетом инфраструктуры организации всех уровней образования. Организационно-управленческое направление Организация межведомственного взаимодействия по выявлению и использованию социокультурного потенциала созданной инфраструктуры воспитания и социализации обучающихся, организация всех уровней образования, культурных, спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-туристических и других с использованием потенциала общественных институтов. Кадровое направление Модернизация и реализация программ подготовки и повышения квалификации, профессиональной переподготовки кадров, занятых в сфере воспитания и социализации обучающихся, обобщение и систематизация опыта воспитательной деятельности на региональном и муниципальном уровнях, пополнение банка лучших инновационных воспитательных практик, освоение позитивного опыта воспитания. Информационно-технологическое направление Мониторинга и экспертизы в эффективности комплекса мер по реализации мероприятий и концепции Данные основные направления концепции реализуются через содержание воспитания, которое включает в себя формирование духовно-нравственных ценностей Входит развитие интереса обучающихся к активному познанию культуры Красноярского края, освоению историко-культурного наследия региона, популяризации и продвижения ценностей чтения и региональной литературы И осмысление классической и современной литературы, развитие музыкального вкуса через приобщение к музыке, развитие интереса к науке и миру современных технологий через участие в исследовательских проектах Формирование активной жизненной позиции, направленной на использование созидательного потенциала современных технологий, интернет-пространства и корректировку негативного ценностного воздействия Популяризация научных знаний, исследовательской деятельности через развитие олимпиадного и конкурсового движения, научно-технического творчества, изобретательства, предпринимательской инициативы, финансовой грамотности Данные основные направления концепции реализуются через содержание воспитания, которое включает в себя формирование ценностей, гражданственности и патриотизма Формирование понимания обучающейся сущности Родины, большой и малой, укрепление веры в Россию и доверие к политическому курсу страны, как внутреннему, так и внешнему развитию социальной памяти Способность сохранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений Важное развитие опыта деятельности, воспитания созидательной любви к своему населенному пункту, к истории родного края, интереса к современной жизни не только крупных городов, но и к малонаселенному, Важное развитие на территориях и проектирование его будущего Формирование способностей к реализации прав и обязанностей гражданина России Использование воспитательного потенциала социокультурных объектов Красноярского края через создание карты культурно-исторического наследия региона Физическое воспитание, задача его способствовать актуализации потребностей личности в хорошем здоровье, двигательной и физической культуре Создание здоровья, формирующего образовательного пространства, способнующее обучению и воспитанию личности специалиста, обладающего потребностью в здоровом образе жизни, существующего в гармонии с самим собой, обществом, природным окружением, а также способного научить других людей сохранить, укреплять и восстанавливать здоровье Данные основные направления концепции реализуются через содержание воспитания, которое включает в себя Формирование ценностей семьи Создание условий, позволяющих успешно взаимодействовать с родителями и семьей, поддерживая родительские инициативы и детско-взрослые сообщества Пропаганда семейных ценностей и института семьи Конструктивного отношения к созданию семьи и ответственному родительству на основе национальных семейных традиций Формирование политкультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей Формирование национальных идеалов, подкрепленных яркими примерами, образами из современной жизни, литературы, истории, развития социальных инициатив, обучающихся, направленных на реализацию нравственной позиции Ценностных установок личности в социальной практике Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение Один из важных блоков концепции, который соединяет задачи социально-экономического блока в регионе с задачами понимания внутреннего потенциала учащегося и его важной ориентации на профессию, которая совпадает с его личными предпочтениями, материальными ожиданиями и запросом современного рынка труда в стране и регионе Данное направление концепции реализуется через содержание воспитания, которое включает себя отдельным направлением концепции, стала попытка раскрыть воспитательный функциал в различных уроках Ряд из которых не связан с дисциплинами общественного цикла, но тем не менее является не менее воспитывающим, как и курсы истории, литературы и общества знания Инновацией данной концепции станет систематизация актуальных тенденций воспитания, связанных с обсуждением воспитательного потенциала предметных отраслей Важно видеться привлечение специалистов, владеющих возможностью экспертной оценки воспитывающих тематических направлений, таких уроков, как биология, экология, история, общество знания, экономика В рамках которых отдельными модулями будут выделяться темы бедности и богатства, биоэтики, толерантности и глобальной ответственности Приоритет на задачи и содержание воспитания в образовательных организациях Профессионально-образовательная организация высшего образования Профессионально-воспитательно-образовательная среда представляет собой все пространства жизнедеятельности будущего специалиста Ориентиром разработки программы воспитания самовоспитания обучающихся являются профессиональные стандарты В основе компетентности, формируемой в процессе обучения, лежит культура профессиональной деятельности специалистов Как способности выполнять профессиональные функции в соответствии с установленными социумно-профессиональными сообществами нормами, стандартными требованиями В этом контексте культура профессиональной деятельности выступает как обобщенный опыт жизнедеятельности в профессии А профессиональная компетентность – есть проекция этого опыта на определенную сферу, область профессиональной деятельности. Образовательный процесс в образовательных организациях предлагает организацию следующих направлений. Профессиональное трудовое воспитание – это формирование сознательного отношения к выбранной профессии, долгу, воспитание, честь, гордость и любви к профессии, личная ответственность и обязанность. Развитие профессиональной психологии, социального профессионала, как свободно определяющая в данной области труда. Формирование профессиональной культуры, этики, профессиональное обобщение, формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем, профессией и авторитетом. Раскрытие социокультурных пациентов в данной профессии, при обращении к нему обучающихся в целях постижения восприятия профессии как особого вида культуры, сообщение историка технических сведений о данной профессии, ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и традициями в данной области труда, раскрытие экономического, экологического, нравственного и эстетического аспекта профессионального труда, ознакомление с профессиональной этикой, воспитание у них культуры труда и профессиональной культуры. Спасибо. По региональному содержанию реализация программы проекта с учетом потребностей регионального рынка труда, представленных в том числе в проекте «Енисейская Сибирь» школы каникулярной смены для одаренных и талантливых детей и молодежи, наполнение учебных дисциплин региональным содержанием, связанным с традициями Красноярского края, спецификой развития социальной и экономической сфер деятельности, ориентированных на потребление реализуемых инвестиционных проектов. Хотелось бы обратную связь услышать. У нас есть полчаса. Уважаемые коллеги, хотел бы все-таки, чтобы обратная связь у нас появилась, какие-то вопросы, может быть, какие-то личные опыты. Это все-таки вебинар у нас, не лекция какая-то, просто вебинар. Мы должны вот посмотрели с вами три направления, так скажем, деятельности. Это, получается, профилактика наркомании, алкоголизма, профилактика СПИД, значит, федеральный государственный образовательный стандарт, который нам дает право каким-то образом это все применить. То есть мы знаем, какие-то у нас опасности, угрозы существуют. Значит, должны обучить, так скажем, наших учеников владеть какими-то определенными знаниями, также для того, чтобы их предотвратить и отработать какие-то, так как у нас практика ориентированная идет, занятия, чтобы они умели предотвращать, как уже было сказано, в области, значит, оказания первой помощи, профилактики недопущения каких-то правонарушений, преступлений, в том числе и в отношении себя, то есть всевозможных заболеваний. Значит, что же еще хотелось бы, так скажем, обсудить вопрос по все-таки воспитанию, концепции, значит, она у нас включает в себя не только там патриотическое, скажем, воспитание, потому что многие там, скажем, если воспитательный потенциал предмета у нас, значит, всевозможные кружки, патриот, там, первый пост и так далее. Значит, и здесь, помимо этого, еще очень много направлений идет, начиная с этики и так далее, поведение в общественных местах с целью недопущения каких-то правонарушений в отношении себя и в отношении окружающих. Так, меня интересует, вот у нас присутствующие, в каких сферах образования работают, пожалуйста, напишите в чате. Какие школы? Я думаю, много у нас есть пересмотрено и, возможно, будет еще пересматриваться, скорее всего, в связи с событиями, которые у нас происходят сейчас в стране и мире. И, конечно же, способность наших молодых людей, так скажем, отстоять свою точку зрения в рамках патриотического воспитания, знания истории, значит, как правило, допустим, вот из личного опыта, выступая неоднократно на всевозможных мероприятиях на Мемориале Победы, значит, перед постовцами и также перед курсантами и перед кадетами, значит, выясняется такая тенденция, что люди, которые вот именно стоят на первом посту, с ними проводятся специальные занятия регулярно, это, так скажем, в патриотическом отношении молодежь более подготовленная, чем та, которая у нас находится, так скажем, в обычной образовательной среде. Значит, и это, так скажем, в дальнейшем влияет на их, скажем, занятость. Многие там идут заниматься всевозможным поисковым движением, то же самое связано с бессмертным полком, всевозможные кружки и организации, то есть по типу патриотических и военно-патриотических. Ну и, соответственно, имея такой потенциал, мы можем использовать, допустим, их какие-то и в работе в школах, в частности, значит, по профилактике экстремизма, терроризма, да и то же самое алкоголя, то есть дети, которые, так скажем, занимаются больше в каких-то кружках, которые заняты целыми днями, так скажем, не болтаются без толку, не возникают у них каких-то маргинальных мыслей и так далее, что они никому не нужны. То есть такие дети, как правило, более мотивированные, более, так скажем, менее подвержены всевозможному влиянию извне, начиная, допустим, тех же самых, как ты говорила, что арестантских АУЕ организаций, также всевозможных радикальных настроенных там молодежных движений. Уважаемые коллеги, значит, я смотрю, у вас тут активность маленькая, так скажем, я бы хотел бы услышать, если какие-то вопросы у вас будут именно конкретно ко мне, может быть, какие-то вебинары в дальнейшем можно будет разработать, которые будут более интересны для вас, так, чтобы мы могли подискусировать, дискутировать на определенную тему, потому что я понимаю, ФГОС это одно, там уже заезженная тема и ФГОС, и концепция воспитания, но хотелось бы все-таки конкретные примеры, потому что на примерах у нас все более правильно, более точно, так скажем, рассматривается. Ну и звоните, в принципе, телефон мой 8-913-567-88-01. Если какие-то вопросы возникнут, либо пишите мне в чат, либо на электронную почту мне отправляйте. Если помощь нужна со стороны, допустим, так скажем, Института повышения квалификации учителей, значит, мы тогда эту тему-то продвинем. Если вопросов нет, тогда до следующей встречи. До свидания.